Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Дамы и господа, лучше, конечно, понедельник начинать с чего-то красивого, яркого и талантливого. И, конечно, Страна ФМ идёт этим путём, не сворачивая. У микрофона Роман Шахов. В эфирной студии Страны ФМ появляется наша гостья, замечательная певица, композитор, автор песен Елена Терлеева. Леночка, привет. Здравствуйте. Всем добрый день. Страна ФМ. Всем привет. Надеюсь, сегодня у всех хорошее настроение и будет хорошая неделя, такая плодотворная. Для тебя хорошая неделя. Расскажи, что это? Для меня хорошая неделя, но это когда никто не портит настроение в течение недели. А вот ты меньше нервничаешь и переживаешь. Когда происходят какие-то такие события, решающие в твоей жизни, в твоей судьбе, влияющие на твою дальнейшую судьбу. И, ну, что ещё? Хорошая неделя, опять же, это когда хорошая погода. А это влияет на настроение, да? Конечно, влияет. Вот, например, сегодня солнечно, поэтому настроение хорошее. Вот. Ну, в принципе, какая-то, если пасмурная погода, то как-то, конечно, на настроение это тоже влияет. И на самочувствие, наверное, в том числе. Ну вот смотри, когда ты распеваешься, например, открываешь с утра окно, хороший день. Распеваешься одними песнями, а, например, когда погода не очень, дожди к другими. Как у тебя происходит это? Я вообще, если честно... Нет, я песнями не распеваюсь. Не распеваешься? В общем, дело, да. Может быть, кто-то распевается песнями, а я распеваюсь именно распевками, да, то есть там... И тут в тебе заговорил преподаватель по вокалу. Ну, я не знаю, ну, может быть, да, скорее всего, так. То есть есть очень такие простые распевки. Я даже могу показать сейчас. Покажи, конечно. Если хотите, да. Может быть, студенты какие-то смотрят сейчас вокальный институт? Ну, например, то есть с чего надо начинать? Надо начинать... Я не знаю, может, кто-то меня осудит, да, но я знаю, что я делаю. Вот. Мы разрабатываем вот эту часть сначала. Да? Нет, не это. Просто делаем вот так. Немножко в трактор такой, да? Можно вот так еще сделать, вот здесь вот держать чуть-чуть. Сейчас слушают с этой стороны ФМ, удивляются, что у нас... Так, хорошо. Размялись. Ну, то есть это такое первое упражнение, которое... Вот здесь вот оно расслабляет все. Да, да, да. Это важно, конечно. И как бы получается, что... Все свободно, комфортно, да? Да, да. Расслабляется вот здесь. Ну, и резонаторы потом, что-то необходимо с ними, наверное. Потом уже начинаются всякие «ы», да? Вот мы не будем показывать. Не будем, не будем, не будем пугать. А нужно, опять же, и наверху распеваться, да? То есть там уже другие всякие распевки, да-ри-да-ри-да-ри-да, да, гны-гны и так далее и тому подобное. В общем, этот процесс может там занять, ну, минут 15, да, допустим. Ну, это важно, это гимнастика, без которой сложно представить. Ну, вы знаете, это как такой, в общем, это станок, да, то есть как для балерины, в общем, как балерина, да, которая постоянно занимается. Вот я, кстати, редко занимаюсь, поскольку у меня уже это, в общем-то... В крови. Наработана, наверное, да, с опытом, с годами, с возрастом, вот. А вообще, как бы, это положено, да, то есть как балерина, которая тянется, растягивает мышцы, и то же самое здесь. У нас тоже мышцы, и они также должны работать периодически. Ну, у кого концерты, у того они, в принципе, постоянно работают и так далее. Постоянная практика, конечно. Мы о песнях поговорим, друзья. Друзья, у нас до конца часа Лена исполнит песни, также мы посмотрим, послушаем новинку. Будьте в компании Страны.ФМ, чтобы не пропустить. Ну, и если у вас есть вопросы по вокалу, по другим каким-то аспектам жизни Лены, задавайте вопросы в контакте Страны.ФМ. Также есть номер 8909-928-189, смс, ватсап, вайбер. Мы скоро вернемся. Елена Терлеева в гостях у Страны.ФМ сегодня. Елена Терлеева в гостях у телерадиоканала Страны.ФМ. Леночка, лето как проходит вообще? Я смотрю, что на пляже ты пока еще не бывала. Чем же занимаешь время все? Итак? Ну, занимаю время в основном студии, да. Ну, как правило, когда ты занимаешься работой в студии, точнее, над каким-либо новым треком, да, то, в общем-то, некогда отдыхать и загорать. Особенно зная тебя, твой перфекционизм. Да, я такой человек. Вот. И, собственно, ну как съемки, какие-то интервью, да, там, что у нас еще. Глобально, Лен, глобально. Мы сейчас готовим концертную программу, готовим альбом. Конечно, готовим концертную программу с музыкантами, естественно, да. А вот, значит, опять же, готовим новый трек, да. И в дальнейшем, естественно, я ищу, подбираю репертуар, материал для музыкального альбома. Ну, опять же, альбом — это очень большая, долгая работа, да, то есть, которая, естественно, делается не за полгода. Безусловно. Вот. И поэтому на это потребуется какое-то большое количество времени для того, чтобы, на самом деле, сделать достойный материал и, естественно, не упасть в грязницу. По поводу концертной программы. Расскажи, что это будет за концерт и когда мы его услышим и увидим, и где это произойдет. В ближайшем будущем. Обязательно увидите и услышите. Но пока еще нет сроков, да, вот у нас программа, например, на осень. Пока нет, я пока молчу. И какая эта программа будет? Лирика, танцевалка или что-то совместное такое? Ну, я не могу пока сказать. Вот. Я вообще-то люблю лирику, да, но сейчас у нас направление музыкальное изменилось. Я вот поэтому интересуюсь. Поэтому, точнее, оно не изменилось, но много что поменялось. В общем-то, естественно, нужно делать танцевальный материал, да, несмотря на то, насколько я глубоко люблю хорошие музыкальные композиции лирические. Насколько ты умеешь их делать прекрасно, да? Мне говорили об этом спасибо. И большинство слушателей, которые слушают, меня, в общем-то, как исполнителя, об этом знают. О том, что я по большей части все-таки больше такой... Глубокий лирик. Да, лирика драматический такой вот исполнитель. Да, хорошо. Можем нести, в общем, в массы. Ну, это у тебя получается, слушай. А когда ты ощутила, что вот это именно тебе ближе? В юности, там, в детстве, может быть? Я это ощутила, вы знаете, сейчас вам скажу, когда я встретила композитора, который, собственно, мне по духу, ну, настолько своими произведениями, да, вот подошел, можно так сказать, Алекс Прусов. И вот он пишет замечательные лирические композиции, я просто, когда услышала, прям вот, знаете, мне запало в душу, и, собственно, после этого мы начали сотрудничество. Он написал много хороших лирических композиций для меня, в том числе и я сама могу такие вещи писать, конечно, у меня другие произведения получаются, но я тоже лирик, и, если что, сразу могу погрустить, да, вот. Но он такой, прям, вот, глубокий автор, и мне нравится. Вот у нас какой-то хороший тандем с ним получился. Понимаете друг друга. Да, я думаю, что мы еще сделаем в дальнейшем что-то интересное, да, которое, то, что у меня уже лежат песни, там, не буду говорить ничего, пока раскрывать. Но ты уже сказала, что они уже лежат. Но есть уже произведения, да, которые очень красивые, да, и которые в будущем, я думаю, будут изучать. И войдут в новый альбом. Можно? Соответственно, да. Все, хорошо. Друзья, оставайтесь в компании Страна ФМ, мы скоро продолжим. Друзья, Елена Терлеева по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Андрей Си пишет, Елена, выглядите просто бомбически. Готовится ли в ближайшее время новая песня? Ну, об этом мы поговорим. И новую песню, кстати, до конца часа посмотрим и послушаем. И аудио, и видео, все уже готово. Сейчас у нас будет как раз вокальный номер. Лен, что за песня? Расскажи. Песня, ну, песня известного композитора и продюсера Максима Фадеева. Вот, «Люби меня, люби». Я ее очень люблю, и поэтому не могу не спеть, потому что, на самом деле, эта песня мне очень подходит. Вот он так как-то, знаете, очень она мне подошла, вот, по темпераменту. Она, кстати, писалась для тебя. Да, специально. Ну, вот, да. И, собственно, короче, мне нравится ее петь. И все подошло, звезды сошлись. Да, поэтому я хочу спеть ее. И, собственно, а, и еще вставлю тут момент один. Примарочку. Да. Значит, хочу предупредить, извините, если что не так, так как я на днях, в общем-то, ела мороженое. А ты любишь сладкое? Ну, в общем-то, периодически, да, я люблю сладкое. Вот. Вот. И тут что-то меня прям так пробило на сладкое. И поэтому если... Пломбирчик повлиял, да? Помбирчик повлиял, голос немножко сел, и я, в общем-то, поэтому сильно не могу. Не будем, Леночка, не будем. Но все равно. Итак, Елена надевает наушники, друзья, сейчас в них пойдет звук. Сейчас пойдет звук. Надеюсь, нормально. Раз, раз, раз. А вы будете танцевать. Да. Это мой конек. Люби меня, люби. А может быть, будет легче. Люби меня, люби. Не будет последней встречи. Люби меня, люби. С тобой иду по краю, смотрю в твои глаза. И просто умираю. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. Опять. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. А может быть, будет легче. Люби меня, люби. Не будет последней встречи. Люби меня, люби. С тобой иду по краю, смотрю по краю, смотрю в твои глаза. И просто умираю. Без ответа вопрос. Но тебя позову. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. В моей жизни один, я скажу почему. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя я живу. Опять пытаюсь тебя понять. И раз, два, три. Люби меня, люби. А может быть, будет легче. Люби меня, люби. Не будет последней встречи. Люби меня, люби. В твоих руках я таю, смотрю в твои глаза. И просто умираю. Люби меня, люби. А может быть, будет легче. Люби меня, люби. Не будет последней встречи. Люби меня, люби. С тобой иду по краю, смотрю в твои глаза. И просто умираю. Любил меня, любил Любил меня, любил Любил меня, любил А может быть будет легче Любил меня, любил Не будет последней встречи Любил меня, любил В твоих руках я таю Смотрю в твои глаза И просто умираю Любил меня, любил А может быть будет легче Любил меня, любил Не будет последней встречи Любил меня, любил С тобой иду по краю Смотрю в твои глаза И просто умираю, люби меня, люби. В рубрике «Лучшее в стране» Елена Терлеева сегодня. Дорогие друзья, мы продолжаем общаться. И я продолжаю лень зачитывать вопросы, которые приходят в контакте страны ФМ. Любовь пишет, Леночка, выглядишь шикарно. Я тоже очень люблю эту песню. Ждем новинок и голос бесподобный. Давай уже в красный будем рвать сцену. Понятно. Так, Алексей Чубенко. Все хорошо с голосом, можно смело. Еще есть пломбирчик. И благодарят за живое выступление Юлия и Андрей. Спасибо тебе, Леночка. Спасибо. Есть сообщение, которое пришло без подписи. Ну, в общем, 20.09. Это последние четыре цифры мобильного. Вы, кстати, зря не подписываетесь. Страна ФМ на живых выступлениях. Елена с разными ремейками Эндрю Вильямса был. Эндрю Вильямс, да. Да, Владимир Высоцкого получил удовольствие от нового звучания. Будет ли работа в данном направлении? Какие песни Елена хотела бы записать? С ремейки какие? Расскажи, пожалуйста. Да, вот спрашивает наш зритель и слушатель. Ну, что-нибудь перепеть, например. Вот как Высоцкого. Расскажи сначала. Я думаю, что Высоцкого можно даже записать еще. То есть это просто было перепето, как бы специально под концерт сделана вещь. Причем за кратчайший период. Тебе, кстати, какие песни Владимира Семеновича ближе? Вот лирика, может быть, социальные, там еще какие? У него же много пластов. Ну, любимая твоя. Лирика. Лирика вот именно из Парижа, да, то, что там вот этот альбом у него. Я оттуда взяла эту вещь. Мне каждый вечер зажигают свечи. И сделала ее, интерпретировала по-своему. То есть свое развитие, как бы свою кульминацию, собственно, с оркестром. Получилось, по-моему, очень даже достойно. Вот, ну, я надеюсь, что в будущем я буду делать еще такие композиции, да. Именно Высоцкого. Ну, я не знаю Высоцкого, но Высоцкого — это петь большая честь. Это на самом деле, то есть, я считаю, что это шикарная возможность прикоснуться к высокому искусству. Потому что Владимир Семенович... Наше все, да? Наше все, да. Да не обидится Александр Сергеевич. Что у нас по поводу других артистов? Чьи песни еще бы хотел записать? Есть такое в планах? Ну, я бы, конечно, с удовольствием попробовала что-то спеть из репертуара Виктора Цоя. Да? Вот, у меня есть такое желание. Так, вот какие здесь песни тебе симпатичные? Ну, я пока что думаю, какие я слушаю разные его альбомы там, да, и пока что присматриваюсь. Потому что, в принципе, там сделали ремейк, да. Ну, много своей перебивали, да. Филатов и Карась сделали трек. Да-да-да. По-моему, «Я хочу остаться с тобой». Группа крови, да. Да-да. Вот. Ну, так что этот трек уже делать нельзя, поэтому думаю, что что-нибудь другое. Вот. Что-то из 80-х, да, можно взять. Опять же, что-то из... Может быть, что-то из рока. Но... А если говорить о англоязычном материале, да, то, скорее всего, это что-то, может быть... Может быть, какой-то джаз там, я не знаю. Вот. Хорошо. Как-то так. Хорошо, Лена, я желаю тебе удачи в этом направлении. Рассказывай про песню, которую мы сейчас посмотрим и услышим. А, мы «Посмотрим и услышим». Если... да. Значит, песня, которую мы сейчас услышим, да... Называется она «Уходи», я тебе напомню. Да, композиция «Уходи». Вот. Кстати, очень долго думали по-моему, название этой песни. Я всё хотела как-то поменять. Думала, что «Уходи» — это плохо. Может быть, «Отпусти меня», потому что там припев идёт, начинается с «Отпусти меня», но, опять же, песен на нашей эстраде с названием «Отпусти меня» очень много. Это правда, да. Чем «Уходи». Вот. Ну и, собственно, мы решили оставить «Уходи». Ты — это... ты и авторы. Авторы, да. Авторы замечательные, молодые ребята. Авторы, значит, авторы песни «Уходи» у нас Паша Руденко и Андрей Зверев. Вот, собственно, они соавторствами написали такую прекрасную композицию для меня. Специально для меня написали. Да, это тоже важно. Вот. И... Ну, пришлось, конечно, как-то доработать что-то там. В общем, опять же, я приложила много усилий для того, чтобы эта песня приобрела то звучание... Стало максимально твоей. Да, которое, собственно, на сегодняшний момент присутствует. И были бессонные ночи, опять же, в студии, да. Вот. То есть это уже касается общей, как бы... Ну, канвы сведения вообще. Общего звучания, да, да, да. Вот. Ну и опять же, то, что касается клипа, опять же, я приложила тоже к этому... Слушай, ну у тебя не так много клипов, поэтому каждый на вес золота, Леночка. Я согласна с вами. Ну... Это пятый, по-моему, да? Я буду стараться делать больше клипов, да, по возможности. Кто снимал клип, что-то там о нём можешь сказать? Да, я могу сказать. Значит, я не буду называть, как бы, фамилии, да, дело то, что... Хорошо. Я делала это со своим другом, вот, хорошим. То есть режиссёр клипа Елена Терлеева? Нет, мы вместе, можно так сказать, да. Ну, я, в общем, я не знаю, я не режиссёр, я вам сразу скажу. Но автор идей. Я не могу назвать это идеей, идеей. Суавтор. Ну, короче, да. Попал, наконец-то, так. Вот. Поэтому, можно так сказать, что... Да, мне далось это тяжело, вот. Но надо снимать клип, нужно делать какой-то видео-аудиовизуальный материал. Конечно, конечно. И, соответственно, как бы, приложить к этому максимум усилий, вот. Поэтому я в охапку своих друзей, вот. И, собственно, у меня очень хорошие есть друзья, которые меня поддерживают. Сегодня, кстати, Международный день друзей. Давай их поздравим всех. Да, давайте поздравим всех друзей. С Международным днём друзей. Как хорошо, что есть друзья, и надо очень-очень ценить это. На самом деле, это дорогого стоит. И посмотрим, послушаем клип. Да, давайте. Клип такой, в общем-то, простой, да. Ничего там, нет никакого гламура. И я изначально не хотела, чтобы он там был. То есть, всё достаточно просто, как и жизни. Смотрим, слушаем. Премьера в эфире «Страны ФМ». Дорогие друзья, Елена Терлеева. Уходи. Стой, не надо ближе, оставь, нет, больше песней не слышно о нас. Негай во мне наши воспоминания. Дай мне остыть, поцелуй на прощанье. Смотришь в глаза, подари же себя мне, как в первый раз. И уходи навсегда, навсегда. Отпусти меня, беспокойно спать. Здравствуй и прощай, я устала ждать. Окончен диалог И наш последний вздох Отпусти меня, не принадлежу Я не знаю как, но тебе скажу Снять моим не смог И наш последний вздох Ждать Не надо больше Пусти Лгать Не оставила шансов Прости Эти слова Эти руки и плечи Снова права Отпущу бесконечность Смотришь в глаза, подари же себя мне, как в первый раз И уходи навсегда, навсегда. Отпусти меня, беспокойно спать Здравствуй и прощай, я устала ждать Окончен диалог И наш последний вздох Отпусти меня, не принадлежу Я не знаю как, но тебе скажу Стать моим не смог И наш последний вздох Больше не будет моих поцелуев Как ни старайся, я не ревную Отпусти меня, не принадлежу Кончилась пьяца, нить оборвалась Я ухожу и не возвращаю Отпусти меня, беспокойно спать Здравствуй и прощай, я устала ждать Окончен диалог И наш последний вздох И не возвращаю Отпусти меня, не принадлежу Я не знаю как, но тебе скажу Стать моим не смог И наш последний вздох Лучшее в стране Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ Елена Терлеева в гостях у Страны.ФМ Мы только что посмотрели, послушали новый клип, новый трек песни Уходи Я тебя поздравляю Спасибо По-моему все здорово И возможно еще когда-нибудь Через какое-то время появится танцевальный ремикс Конечно Может быть мы сделаем такой хороший дэнс Как раз сейчас Я уже как вчера думала о том Что нужно, нужно все-таки Мы думали нужно или нет Потому что она в принципе и так Энергичная песня Да, звучит правильно Вот, и поэтому не хочется Испортить впечатление о том Что уже есть Но мы попробуем Можно ли считать, что эта песенка будет одной из Например, заглавных песен В новом альбоме Как у тебя вот по замыслам твоим Я думаю, что да Да То есть она может задать тренд всей пластинке Вот не факт Не факт Потому что мы еще не знаем, какой под следующий тренд Мы это твоя большая команда Расскажи, насколько она большая Кто с тобой сейчас сотрудничает Со мной много кто сотрудничает Я не буду называть имен Да, и так далее Вот У меня есть команда Да Очень грамотные люди Профессионалы своего дела Вот И в каждой, естественно, деятельности Есть свои профессионалы Вот Поэтому То, что касается Саунд-продакшена Это, естественно, какие-то отдельные люди Да Вот То, что касается Там У меня есть Там много знакомых Хороших авторов Да Которые тоже пишут Хорошие произведения Хорошие песни Опять же Вот я говорила Про одного Еще про ребят Которые написали Уходи Вот Я думаю, что они еще что-нибудь Могут написать Пишите, ребята Пишите Пластинку новую надо делать Да И, собственно А можно тебе В основном такие все Хорошие дружеские взаимоотношения Как-то так Можно прислать тебе, Леночка Вот Куда-нибудь, например Если человек, который сидит Смотрит, слушает Страну ФМ И, в принципе, за твоим творчеством Следит, думает Вот я вот Пишу песни И мне бы хотелось бы Показать Лене Естественно, можно приходить Присылать на почту На почту Приходит постоянно Куча всяких разных песен Вот И, кстати, я слушаю Сама слушает Сижу, слушаю, да Вот И мне присылают И я слушаю И переприсылают То есть, да Я сижу и слушаю Конечно Конечно Не каждая песня, мягко говоря С материалом, да Проблемы есть То есть, я имею в виду Не Ну, в том плане, что Бывает Такой приходит Слушаешь, слушаешь И думаешь Господи, ну зачем Вы вообще это писали Вот То есть Так как я сама пишу еще песни То есть Я делаю так Если у меня Я чувствую, что Что-то не то Беру просто Вот это Выкидываю И все Хотя у меня В телефоне Очень много записано То есть Мне приходит Какая-то мысль Что-то раз Какая-то музыкальная мелодия Родилась Я взяла Нажала, значит Записала Сама там напела Все А потом, когда ты уже Приходишь на студию Можно уже спокойно Что-то накидать Да, там Гармонию В общем Прописать вокал И уже какая-то демка Получается Можно что-то дальше делать Но не все, друзья Идет в работу Даже у Елены Терлеевой Так что Не все присылайте Подумайте сто раз Леночка У нас сейчас Очередной Вокальный номер А, вокальный номер Да, вокальный номер Я уже забыла О том, что нужно петь Заболтались мы с вами Ты певица, Лена Да Да, вот в том-то и дело Что я певица Поэтому, к сожалению Иногда бывает такое Что на сцене Я не могу пообщаться С публикой Как-то А у нас все можно Понимаешь И петь, и поговорить Для меня это сейчас Такой кайф Разговаривать С вами Общаться Поэтому у меня Задача, в общем-то В первую очередь Петь Понимаете Мне некогда Разговаривать Итак Песня, которую мы сейчас Услышим Как называется она? Что это будет? Значит, песня Которая сейчас Будет Исполняться Эта песня Вот я пожалела Допустим Что я не исполнила Все-таки Какую-то лирическую Все-таки песню Медленную Например Красивую Потому что она бы Сейчас очень хорошо Здесь слушалась Тем более мы сидим Вот Даже есть такое желание Может быть Все-таки Акапельно Что-то попробовать Спеть Вот Но Сейчас Прозвучит Песня Которая была Написана В 2015 Году Это сингл И Он был написан В соавторстве С композитором Константином Мальцевым То есть И мной То есть там Ну у меня текст мой Вот А его музыка Вот мы решили Такую песенку написать И собственно Как бы Как-то так Кто-то ее знает Кто-то не знает Как песенка называется Скажи Песня называется Не прощу Все Смотрим Не очень удобно Конечно Сидя петь Да ладно Я тебя не прощу Никогда В сердце боль Стоп контроль От тебя ухожу Навсегда Это роль Я тебя не прощу Никогда В сердце боль Стоп контроль От тебя ухожу Навсегда Это роль Фальш пемоль Я тебя не прощу Никогда В сердце боль Стоп контроль От тебя ухожу Навсегда Это роль Фальш пемоль Да ладно Вот так Так будет лучше Остались наши тени Минуты на восток Вернись в одно мгновение И воздуха глоток Ты мой вздох Зови На метры расстояния Отчитывая дни Я ж люблю тебе послание Отчаянно Словами любви Я тебя не прощу Никогда В сердце боль Стоп контроль От тебя ухожу Навсегда Это роль Фальш пемоль Я тебя не прощу Никогда В сердце боль Стоп контроль От тебя ухожу Навсегда Это роль Фальш пемоль Без мыслей И сомнений Останься Будь со мной Нет смысла Продолжение Играть В неравный Буй Я живу Тобой Касание Нежных взглядов Я несколько шагов Ловлю Дыхание Рядом И чувствую Твой вдох Не молчи Я тебя не прощу Никогда В сердце боль Стоп контроль От тебя ухожу Навсегда Это роль Фальш пемоль Я тебя не прощу Никогда В сердце боль Стоп контроль От тебя ухожу Навсегда Это роль Фальш пемоль Я тебя не прощу Никогда Вот как-то так Браво Елена Терлиева В гостях у страны ФМ Со хрипшим голосом Леночка Спасибо Спасибо Замечательно Замечательная Великолепная Душевная Золотая снаружи И с хрустальным Голосом внутри Удачи Счастья Успехов вам В творчестве Вот такие сообщения Приходят Какие добрые слова Да Леночка Прочитай Любимое стихотворение Выглядишь прекрасно Помню тебя еще С фабрики Оксана Левакова Написала сообщение Вот Любимое стихотворение Любимое стихотворение Мне нравится Что вы Больны не мною Мне нравится Что я Больна не вами Ну и так далее Красиво Слушай прям Ну Лен Я Благодарю тебя За То время Которое Ты Уделила Эфиру Страны ФМ Спасибо За прекрасные клипы Роскошный трек Мы ждем Новую концертную программу Да Леночка Ждем новый альбом И Чтобы все задуманное У тебя воплощалось Спасибо вам большое Вы это Извините Я сегодня не очень Как бы в голосе Скромная Талантливая Мороженая Неподражаемая Елена Терлеева До новых встреч Спасибо вам большое Спасибо Пока Лучшее в стране Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому